Создал мир Господи, помилуй его. Вячеславец огрешил Господи, прости меня грешно, помилуй и благослови. И воззнай милостивный всем и заботчищным Своим, Ты обильно благословил сегодняшний труд. Пособил исполнить его. Слава Тебе. Господи, возвыси наш разум для прославления Твое имя, и что во всем, что окружает нас, мы видели Тебя, невидимого Бога, и прославляли. Хвала Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Вот мы сегодня были на экскурсии, у нас видели такой тяжелый труд. Но он нужный. Так, мне сказали, что у Леонида сегодня День Ангела, правильно? Это нет? Ну иди сюда. Траковица. Что тебе могу сказать? Я одно время вел радиопрограмму и стал объяснять имена. Тут люди где-то не понимают, плохо слушают, а это внимательно слушают. Ну я стал объяснять имена правителей. Что означает Владимир. Обычно, как говорят, Валентина, она обязательно среднего роста, черноволосая. Ну такое, говорят, глупости это. Вот зовут Светлана. Светлана Светлая, она родилась темная. Ну и еще теперь. Темная это означает Миланья. А Светлана это Фатина. Ну не понимают люди. Владеющий мир, вот Владимир, да, это соответствует правителю. С таким именем быть. Я стал объяснять имена Борис, тогда Борис Ельцин был. И Геннадий. Все ухватились, Геннадий Зюганов. Мне звонят прямо на эту станцию, ну на радио. Хоть наконец-то, хоть о Зюганове хорошо сказали. А я не говорил, говорю, ничего. Ну уже говорили имена такие. Я призываю к тому, что имя дается в честь кого-то. Ну раньше называть, кстати, которые протестовали советские, начали называть Карина. Карское море потерпел там аварию, там, ну, что-то. Октябрина, Тракторина. Ну так можно что угодно. Полиграф Полиграфович. Это можно, знаете, как, куда зайти. У нас имена записаны в святцах. Вот, допустим, Тимофея. Кто такой Тимофей? Это любимый ученик апостола Павла. Ты, Тимоша, будь похож на Тимофея, на апостола. А Никита, Никита мученик. Никита, знаешь как, Андрей кто? Первоапостольный, первозванный. Раньше Петра пришел. Ну, понимаешь, как, вот, Тарасик, ток, патриарх. Понимаешь, как, измерянином патриархом стал. В шесть дней сделали таким. И ты подражай ему. Я вот с какой стороны объясняю. Ты же тебе, Леонид, знаешь? Ну вот, я желаю тебе во имя Христа, подражай, учитывая все, что коров он водит, подражай своей святой. Из кого тебя назвали. Тебя назвали верующие родители. Ну, как пожелали там, или в этот день родилась. Это, может быть, несколько имен было. Вот нас называл тогда, дедушка Терентий крестил. Так он называл сам. Три имени было на этот день. У меня Иннокентий, Евтихий, Игнатий. Меня Игнатием назвали. Понимаете, как вот? Игнатий. А что означает Игнатий? Игнатий означает неведомый, неизвестный, из греческого. Но у него есть перевод еще и с латинского. Огненный. Как Серафим. А Тихон, это приносящий счастье. Перевод слова, что означает в греческом? Что означает перевод Леониды? Не знаю. Не знаешь, а ты узнай. А ты узнай. Тебе это самой будет интересно. Открыть календарь большой, там, православный. Вот, коровы идут вон. Кто пасешь? Лиза. Давайте мы сейчас выйдем вот туда. Это, по-моему, похоже на... Исак и Лиза. Лиза, да? Лиза и Исак. Один веки. Лиза с кем? С Исаком. 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 Это всякая, какая-то рубит. Исаком. Ну, давайте, переключим вместе. Добрый вечер, Лиза. Вот я скажу, бахну не будет. А ты должен быть. Добрый вечер, Лиза и Исаком. 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 Посмотрите, вот как корова едет, зеленое молоко. А ты даже пробует, что получается? Исаком. Посмотрите, какая коровка едет, какая она красивая. И какая речка бежит. Комната целая зима еще пройдет. Как там не надоест? Вот они как пасут. Вот после обеда, вот сегодня я мог вас отпустить по глупашней экскурсии. Вот когда пасутся, если они вас примут, то можно повторить. Дождик там замощен. Так, вернемся назад. Кострили, сварьи. Кто поедет шарики сейчас? Я! Да, если и с кем. И кострили, стоят там ножки. Мне перейти и поставьте на плиток. Ножки вареные. Молодежь, можно спросить? С братьями можно. Держись сегодня. Кто-то ловчик. Можно? Молодежь, молодежь. Молодежь, молодежь. Молодежь, молодежь. Молодежь, молодежь. Да ты что? Ну-ка, где Зарема Александровна? Пускай она посмотрит. Откуда еще-то? Посмотрела и сказала, что поморгать надо. Ну, может поморгать надо. Да, ножка попала, может быть, да? Она как там, детка-то? Ну иди там по голове. Только ничего не делай. В каком глазе? В левом? Вот на эту надо ложиться, тогда к носику выйти и вычисти со слезой. На правый бочок ляжешь потом. Вот тогда же попала еще. Да. Пускай посмотрят. Сильно не ворочимся. Желаю тебе быть похожей на свою святую во имя Христа. С поправкой на сегодняшние дни. Я еще могу больше желать тебе, чтобы ты душу спасла для вечности. Была истинной, настоящей христианкой. Я вижу, мама вас все приезжает работать. Работа и молитва. Работа и молитва. А что это работа? В работу ходит все, где мы потеем. Вот видели эту дуаль музыкантов? Когда он посетой играет, у него под градом идет. Папиросы зажег от этих. На струну натянутую. Значит, работа везде. От всего сердца. И ты в жизни будешь рада, что Бог дал тебе жизнь. Ангел-хранитель. Желательно канон посчитать. У нас я еще даже не смог канон просчитать. Ты дорогой ехал. Есть канон Ангелу-хранителю. И поблагодарить, что он хранил нас. Прошел еще один год жизни. Наши заслуги-то в этом никакой. Люди поздравляют. А с чем поздравлять? На один год ближе к смерти. Ты тоже будешь, бабушка, морщенная когда-то. Придет время беззубая. Плохо будешь слышать. Поэтому цени юность для Бога посвяти. Ой, юность моя. Ты гори, не сгорай. Ну, знаешь эту песню? Не знаешь. Надо Виктору Николаевичу сказать, чтобы научил вас петь. Хорошая. Одна грузинка такая поет. Юность моя. Ты гори, не сгорай. Юность моя. Ты гори, не сгорай. И друзей выбирай. Она поет на весь голос. Это можно в интернет зарядить. Юность моя. Ты гори, не сгорай. То есть вот так. С Богом. Слава Христу. Пошли еще где-то. Андрей, еще все. Спасибо. Спасибо.